Всё как на настоящем экзамене. Перед входом в аудиторию каждого участника испытаний проверяют на наличие телефона и шпаргалок. За партами родители сидят строго по одному, а на поверхности нет ничего лишнего, только ручка, паспорт и бланки ответов. От настоящего этот экзамен отличается только одним. ЕГЭ по истории длится 3 часа 55 минут, но сегодня время сократили до 40 минут. Всероссийская акция «Единый день с дачи ЕГЭ родителями» проходит в Севастополе в четвёртый раз. В предыдущие годы мама и папа 11-классников проверяли свои знания по русскому языку. В год 75-летия Великой Победы родителям предложили написать единый государственный экзамен по истории. В принципе, всё доступно, нет паники. Педагоги не создают паническую атмосферу, от которой, наверное, больше создаём мы родители. Наоборот, даже подходят, помогают, как правильно заполнить тот или иной бланк. Что хочу сказать, вопросы сложные. Вот что самое главное, вопросы очень сложные. Нужно готовиться, без этого никак. Свою память об исторических событиях решил проверить председатель комитета ветеранов войны и вооружённых сил Севастопольской организации ветеранов Константин Крыжеминский. Севастополец признался, написать экзамен было непросто, потому что всегда сложно держать в голове множество дат. Для меня, конечно, вот то, что сегодня была, это сверхзадача. Потому что я никогда этим вопросом недавно не занимал. А полезно. Пусть сам себя подстегнул и скажу, вот, этим вопросом надо заниматься. Еще будет проблем много, но, на мой взгляд, все это хорошо. Но старая система, когда вот глядя друг в друга в глаза, ты видишь, знает человек или нет. А здесь получается, вот дал. Ну, то, что отмена была, как бы, слово право, еще в 761 году, это, наверное, молодец. Задание включает в себя не только вопросы на знание исторических фактов, но и на общую эрудицию. Главное, как рассказала директор департамента образования и науки правительства Севастополя Елена Богомолова, скрупулезно готовиться и быть внимательным на экзамене. Немаловажной становится поддержка старших. Чтобы не пророждать панику и снять у детей напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, родителей ежегодно зовут на написание экзамена. В этот раз акция прошла в инженерной школе. В ней же севастопольские выпускники будут сдавать настоящие экзамены в этом году. И мы каждый год открываем новый пункт проведения экзамена. Сразу принято было решение, поскольку это новая современная школа, она тоже будет участвовать в проведении экзаменов. И уже здесь, ну, мы предупредили родителей, сегодня еще нет, не установлено оборудование, видеонаблюдение, но в ближайшее время оно будет установлено, и к проведению экзаменов полностью будет школа готова. По словам Елены Богомоловой, количество выпускников с каждым годом увеличивается. В 2020 году в Севастополе более 2811-классников будут сдавать единый государственный экзамен. Несмотря на такое количество школьников, на акцию «Единый день с дачи ЕГЭ родителями» пришло менее 40 человек. Елена Богомолова считает, что такая низкая цифра говорит об опасениях севастопольцев получить неудовлетворительный результат. Процесс получения информации о том, как сдал экзамен, такой же, как у ребенка. То есть каждый ребенок может свои результаты увидеть только в личном кабинете. Точно так же результаты будут индивидуально даны каждому родителю. Вот это опасение есть, и мы с каждым годом просим вести больше разъяснительную работу с родителями. Полученную на ЕГЭ оценку можно будет узнать в индивидуальном порядке на сайте регионального центра информатизации и оценки качества образования. Маргарита Чернуха, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.